Друзья, всем привет! Ну что, у всех выходные, но не у меня. Сегодня понедельник, 8 мая, и я сейчас намарафетилась, потому что у меня рабочие созвоны, всякие велишки, мне нужно выглядеть симпатично. Но сегодня я также иду на тренировку, на целых две. У меня будет full body, и после этого иду на МФР. МФР – это, конечно, открытие последних месяцев, потому что, чтобы я раньше ходила на такие подобные вещи, я и представить не могла. Я и растяжку не любила, и йогу не любила, и уж тем более МФР. И вот сейчас, когда я пришла в ребут, мне настолько это все нравится, настолько это органично для меня, что я уже не представляю своей жизни без всех этих тренировок. Поэтому беру особо, а сейчас покажу вам, что вкусненького буду есть перед тренировкой. У меня здесь такой особый шкаф для протеина. Такой шкаф фитоняшки. Значит, здесь непосредственно этот шикарнейший протеин. Шекер. Дальше это батончики. Вот эти с фундуком. Дальше это вот этот суфле ванильный чиколаб. Мне, конечно, больше всего нравится с шоколадом. Сейчас это мой фаворит, но это тоже неплохо. Так, выпечу сначала, да расскажу, что здесь точно такие же чиколабы, как вот этот, только малиновый. Но все, мне уже не так нравится. Но, тем не менее, это, конечно, круто изменяет все вот эти сладости. Дальше. Супер топ фаворит. Самый вкусный батончик. Не самый полезный батончик. Но это реально, друзья. Если вам очень хочется сладкого, или вы хотите съесть брауни, или съесть шоколадный фондан, ну вот съешьте вот это. Разницы вообще никакой. Я не знаю, как я жила раньше. Зачем я ела эти десерты, когда есть вот такая альтернатива с белком, которую я не добираю. И попробуйте обязательно вот этот только шоколадный. В предыдущих влогах показывала. И вот эти два. Один я купила, а второй в предыдущем влоге я показывала, что мама мне сюрпризиком. Сегодня я впервые его попробую и дам свою обратную связь. Сегодня тренировка, две целых тренировки, поэтому сегодня можно. Я ела его на прошлой неделе также. Чаще стараюсь не есть, стараюсь есть батончики и всякие печенья протеиновые с более хорошим и качественным составом. Но вот это отправляется сегодня со мной. Я тут жду свой трофей, который в пятницу выиграла. Протеиновый. Вчера не смогла, забираю сегодня. Кто-то из вас знает, а кто-то, может быть, не знает. Но я очень люблю читать. И за последние несколько месяцев я прочитала достаточно много книг. И сегодня хочу выделить некоторые книги, которые прям очень сильно повлияли на меня, которые стоят прочтения. Сегодня я не буду, наверное, говорить о тех, которые не стоит читать. Не вижу смысла о них упоминать, но те, которые прям мне очень понравились, те, которые оставили такой определенный след, я сегодня хочу о некоторых из них поговорить. Я начну с той, которую прочитала недавно. Это «Братья Карамазова» Достоевского. Ну, что я могу сказать? Это классика, которую, мне кажется, нужно читать, чтобы быть образованным человеком, понимать, что к чему. Честно, я очень долго откладывала эту книгу. Ну, буквально пару лет не читала ее. Еще был момент, когда на Ирфаке, на философии мы изучали некоторые моменты из книги. Вот они выделены. Но, в общем и целом, я могу сказать, что книга легко читается, в отличие от того же подростка. И точно стоит ее прочитать хотя бы раз в жизни, потому что многие люди читают по несколько раз. Далее, про Марию Антоанетту. Я, в принципе, читала несколько книг про Марию Антоанетту. Часть из них у Дюма. И вот эта вот «Свейга», она очень классная, потому что здесь прям такая, ну, поднокотная, можно так сказать. Более глубокое поглужение, жизнь моей. И точно советую вам к прочтению. Книга, которая просто потрясающая, честно. Я ее прочитала за пару дней, и потом еще посмотрела фильм. Фильм не менее крутой. Сначала прочитайте книгу. И та, это другая версия. Интересный и, ну, необыкновенный вообще погружение. Знаете, вот эту японскую атмосферу. Совершенно не пошлая книга. Абсолютно не про какие-то интимности, а больше про такую жизнь, как девушки приходят к жизни, к судьбе гейши. В общем, точно вам советую. «Моя кузина Рэйчел» — это тоже одна из книг, которые вот очень классные, и которые тоже есть одноименный фильм. Советую прочитать сначала, прочитать, потом посмотреть фильм, потому что фильм тоже очень красивый. Это тоже такая классика. Я никогда не сталкивалась с этим романом, но потом я стала замечать, что реально очень много где о нем говорят и где его советуют. Одна из самых классных, мне кажется, книг «Моэма» — это театр. Очень такая небольшая, но просто суперская. Прочитайте. Я даже не буду спойлерить. «Моэм» стал моим одним из самых любимых писателей за последние годы, поэтому я знаю, о чем говорю. Читайте. Эту книгу я очень долго хотела начать, найти ее. Я тоже вам советую, читается легко, несмотря на то, что она толстенькая такая. Однозначно. «Большие надежды Диккенса» — почему эту книгу стоит прочитать. Она не то, что, вы знаете, прям суперинтересная, но я во многих романах видела отсылки на эту книгу, просто потому что это действительно классика. И когда вы будете читать какие-нибудь тоже книги, фаузы, как раз было упоминание, честно, уже не помню. Но вот история Пипа, точно вы должны понимать, о чем это речь, если вы хотите, типа, таким образованным человеком читающим. Я прям очень сильно обрадовалась, когда я потом в других романах видела упоминания, и я такая «Ммм, а я в курсе, что за Пип». Очень смешно сейчас звучит, но книгу стоит того тоже. Тоже книга, которая чисто для образовательного момента должна быть в вашей библиотеке. Тоже много раз видела отсылки на госпожу Бавари, и тоже советую эту книгу. Она легко читается, она, ну, небольшая, 400 страниц, и интересная, реально интересная. По конец там удручающий. Юнез Бео. Это один из немногих романов, которые я читала, я знаю, что есть круче, я хочу прочитать у него «Снеговик», но это тоже классный вот этот спаситель. И, в принципе, если вы любите детективы, откройте для себя Юнез Бео как автора. У него очень много детективов, и все крутые. Наконец, я оставила книгу напоследок, которая, ну, очень контуальна. Я не знаю, почему я никогда не читала «Былки Коллинза», я читала, по-моему, «Отель с провидениями», и он маленький, рассказик вообще, и там было несколько рассказов. Рассказы, конечно, вообще не сравняться с «Женщиной в белом». Эту книгу я, ну, читала, просто я не могла оторваться, потому что там настолько все запутано так вот интересно, ты вообще не можешь становиться читать, потому что там такие хитросплетения, что вы просто с ума сойдете, и это круче любого сериала, любого фильма. Вот реально, просто я открыла этого автора для себя через «Женщину в белом». И тоже я потом смотрю, везде это уже классика, я какая-то то ли необразованная, то ли я не знаю кто, но вот какие-то книги. Я захожу в магазин книжный, смотрю по описанию и беру. Единственное, только в Волхвах я реально искала эту книжку. Я читаю, потом смотрю и реально вижу, что это книга классика, которую стоит прочитать, которая обсуждается, которая, ну, короче, является одной из базовых таких книжек, которые надо прочитать в своей жизни. Поэтому прочитайте «Женщину в белом». Вам понравится? Ну, мне кажется, она не может не понравиться, она очень крутая. На этом все, сегодня такое книжное включение заканчивается, я постаралась не очень нудно, не очень много книжек обсуждать. Если вам интересны книги, у меня их дофига стоит там, прочитанных, непрочитанных, просто выбрала те, которые вот за последние пару месяцев. Реально мне понравились. Всем привет, ну что, вторник, и сегодня у меня такой выходной выдается, сегодня 9 мая, все люди отдыхают, поэтому я решила, раз все отдыхают, я тоже имею полное право на это. Поэтому сегодня мы с моей подружкой Машей встречаемся и проведем весь день вместе. Планов много, сейчас не буду вас посвящать на них, но мы с Машей как раз вместе сейчас находимся в процессе трансформации своего тела и постоянно обсуждаем спорт, тренировки, самоощущения. И сегодня один из тех дней, когда ты чувствуешь вот эту, не то чтобы, знаете, заботу, но любовь к себе, просто потому что ты нравишься себе в зеркале. Я, например, сегодня взвесилась и замерилась и увидела классные результаты и хвалю себя за проделанную работу. Я довольна отражением в зеркале, я человек очень такой строгий к себе, я перфекционист, и если мне что-то не нравится, я вот просто буду расстроена, настроение будет испорчено. Но у меня сегодня прекрасное настроение, я решила надеть платье дома, хотя, знаете, я из тех людей, которые дома носят пижамы, там растянутые футболки, футболку молодого человека, там старую, знаете, вот это с рок-группами и все такое. Но сегодня я, значит, стою, начинаю любоваться собой, решаюсь, надо надеть платье, и я надеваю платье такое удобное, оно, в принципе, и под домашний аутфит сойдет. Но это, знаете, такое сразу по-другому себя ощущаешь, потому что ты красивый, ты хочешь приодеться, ты начинаешь танцевать, тебя там втянет петь песни, еще что-нибудь. То есть, в общем, я желаю каждому из вас, каждый из вас, каждому из вас, неважно, молодой человек вы или девушку потрясающую, любить себя девушкам, надевать платье дома, включать музыку и отрываться просто под всевозможные треки, и тем самым у вас и энергия будет повышаться, и любовь к себе будет тем самым проявляться, и настроение улучшится. Поэтому с этим позитивным настроем мы отправляемся в этот день, и сегодня у меня такой девичий день. Сегодня какой-то у меня день Венеры, знаете, как по пятнице бывает, но нет, сегодня вторник, 9 мая, но у меня день Венеры. И вам советую, чтобы у вас в голове был сегодня день Венеры у девочек, мальчикам это не нужно. Все, всем пока, я отправляюсь собираться на встречу с Машей. Ну что, я уже собралась, сегодня так припарафетилась, я очень веткой крашу губы, но сегодня решила использовать этот пресловутый 004 от Пупы. Не знаю, идет ли слишком ярко для моего белесого лица, но в целом выглядит уже неплохо. Сегодня идем с Машей в Remy Kitchen, уже забронировали столик, я там очень давно не была, и предвкушаю. Пришли в Remy Kitchen. Нам принесли сущее зло в комплимент. Это очень вкусный хлеб. Зала себе арбуз на перекус. Мы пришли к Ироши в студию керамики, я уже здесь лепила в прошлом году классную вазу, она у меня дома стоит. Вот мы сейчас пришли, не знаю, может, что-нибудь полепим, может, просто посидим и поболтаем. Вот, да. Ну что, всем привет! Привет, я уже в ребуте, успела сделать кучу рабочих дел, сегодня прям загруз был, поэтому я когда гуляла, просто всю прогулку, я делала работу и даже не заметила, как прошел целый час. В общем, сейчас иду на трейнгс, вот в таком виде, и после этого я иду на танцы. У меня сегодня две тренировки подряд. Я на танцах не была сентября, друзья, я так скучаю по ним, вы просто не представляете, как я поняла, что нужно срочно идти на танцы. Я начала на заминке и разминке танцевать. То есть на танцах, когда вы, если вы ходили, вы, наверное, знаете, что, в принципе, норма, когда там заминка или разминка, вы там танцуете, пока разминаетесь, ну, это норма, в принципе, такие голгошные движения идут легкие. И тут я поняла, что я как дурочка, единственное, прям хочу, меня прям тянет, потому что еще треки такие. Я думаю, все, пора, потому что у меня с детства все было танцевальное, я какие только виды танцев не попробовала. И сегодня я иду на латину, на женскую латину я очень давно хотела, а в субботу я иду вообще на батчатл. Это вообще очень необычно, я очень давно хотела попробовать. Так что у меня время экспериментов, весна, скоро лето, у меня много классных новостей, буду постепенно ими с вами делиться. Ну а пока ТРХ и следом танцы. Я пришла в Павелецкую плазу, хочу себе найти какой-нибудь консюнтик для тренировок, для танцев. И вот брифри, вроде должно быть что-нибудь. Я пришла уже на танцы, тут, знаете, такая атмосфера реально бального мира, где там девушки как раз в костюмах, вот в этих туфлях специальных, очень интересно. Скоро мне тоже будут занять. Я уже приехала в депо, и что могу сказать? Во-первых, это очень прикольное ощущение, когда ты спустя 13 лет начала заниматься пальными танцами. Это очень необычно, но очень приятно, потому что руки чувствуют, и ноги. Конечно, я во многих местах не очень качественно выполняла и не так пластично, как хотелось бы, но всё-таки перерыв даёт о себе знать. Хотелось в этом смысле гораздо проще танцевать, потому что в бальных есть определённые движения, которые отрабатываются, и ты становишься профессионалом. В субботу мы с Машей пойдём ещё на бачату или сальсу, я уже не помню, и попробуем ещё вот этот вот танц. Сегодня я назвала румбу, она более такая пластичная, более медленная, но мне понравилась. Всем привет! Я сегодня в таком немножко сонном виде. После вчерашних двух тренировок у меня тело безумно устало, и мне вообще всё тяжело сегодня. Но я сейчас поеду на антицеллюлитный массаж. У меня уже был опыт пару месяцев назад антицеллюлитного массажа, и мне было безумно больно. Я сходила с ума, кричала, плакала и всё такое. Сегодня я пойду к другому мастеру, к девушке, она должна помягче делать. У меня сама кожа очень чувствительная, очень нежная, поэтому любые такие воздействия на неё сильно влияют. Поэтому сейчас собираюсь и еду. Сегодня будет ещё много работы, я должна сразу после массажа приехать домой и успеть сделать рабочий звонок. Потом вечером у меня в 6 часов съёмка, и после съёмки я сразу еду на растяжку в ребут. Всё, я пришла в тело для души. Сейчас будем меня пытать. Расскажу, как мне. Может, даже для себя запишу как-нибудь во время массажа. Ну что, я закончила. Мне на самом деле безумно понравилось, потому что массаж в этот раз мне делала Мила. Мы с ней и работали, и знакомы, и дружим. И она сделала мне гораздо более деликатным, чем в прошлый раз мне делал Торек. Это мужчина, который тут прям такие массажи делает, что мама не горюй. И Мила сделала мне более лёгкий вариант инсулитного массажа, потому что она сказала, что у меня есть проблемы с сосудами. И мне нужна эта тема заняться. Я всё время удивлялась, почему на фотографиях у меня такие синюшные или серые ноги. И она мне объяснила, что там сосуды просто-напросто видны. И мне прям сильные такие массажи противопоказаны. И мне нужно регулярно делать лимфодренажные, инсулитные, чтобы просто разгонять лимфоток вот в ногах. Если сверху у меня всё зашибись, там всё отлично, у меня тут же реагирует кожа на малейшие прикосновения, то там в ногах, на ягодицах, на бёдрах прям как будто застой лимфа идёт. И, в общем, нужно постоянно разгонять это именно ручными техниками. Поэтому в воскресенье вместо РСЛ мы снова сделаем антисулитный. Ну, я за. Мне было иногда неприятно, но в общем и целом вообще отлично. У меня наконец закончились все созвоны с часу дня до 16.30. Я была на созвонах, и я сошла с ума немножко, и завтра у меня снова созвоны. Просто потому что сейчас я начала работать в крупной компании в качестве СММ-специалиста, и там, конечно, совсем другой движ, там совсем другая активность, совсем другие обороты, и тебе нужно быть на связи с десятками сотрудников, ты всё время с ними общаешься. А так как я только сегодня первый день начала работать, конечно же, вот эти первые дни, они самые волнительные и самые сложные. Но ничего, мне очень всё нравится, была занята все эти часы, часы, но сейчас пойду пить кофе с притейновой печенькой, и потом еду на съёмку в клинику косметологии, и вечером еду на растяжку. Я уже пришла на растяжку, если честно, у меня сегодня тело прям такое деревянное, после вчерашних тренировок, я сначала была на троихся, а потом на танцах. И сегодня мне прям нужно стянуться, а завтра я подписала, мне кажется, себе смертельный приговор, но завтра я иду снова на две тренировки, только сначала это будет в фуллбаде, а потом на ягодице и пресс. Я просто хотела поддержать Гамиль, у того человека, что он сходил на тренировку, но мне также хотелось на ягодице сходить, потому что я их давно не качала. Кроме как на формате фуллбаде. Так что сегодня у меня отдых, лафа, а завтра вообще не лафа. Всем привет, друзья! Ну что, я уже прогулялась в парке, сделала определенную норму шагов, прикрепила вам. Сегодня у меня такой достаточно загруженный день по работе, поэтому сегодня я буду не так много снимать, скорее всего. У меня сегодня на протяжении нескольких часов будут рабочие созвоны, но вечером я решила устроить себе вообще какой-то челлендж. Я пойду сразу на две тренировки. Первая тренировка в фуллбаде, а вторая на ягодице и пресс. Я еще не ходила на такое количество тренировок сразу, и надеюсь, что я сегодня справлюсь, потому что это все-таки тяжелые тренировки. Вот эти буткэмп в ребуте, они по идее заменяют трехчасовую тренировку в зале, одна тренировка, а у меня их будет две сегодня. То есть я сегодня очень классно должна побегать и прокачать все, что только можно. Мне интересно, как отреагирует мое тело на этой тренировке. Возможно, завтра я опять буду деревянной. Но хочется попробовать, посмотрим. Выдержу я, не выдержу? Ну, конечно, я выдержу. Все будет хорошо. И вам сегодня желаю отличного настроения. Потренируйтесь, делайте какую-то активность, прогуляйтесь. Пусть это будет такой своего рода мотивацией для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Что? Я сегодня встала в 7.20. И я очень этим довольна, потому что встала сегодня без будильника, сама в 7.20. Я уже позавтракала, сделала всю свою бьюти-рутину. И сейчас хочу пройтись, а сейчас 9 утра, в парке немножко. Одновременно с этим сделать свои все рабочие задачи, потому что я сейчас реально кайфую с этого времяпрепровождения. Вместо того, чтобы лежать или сидеть дома и делать всю эту работу утреннюю, я лучше хожу в парк. Вообще не замечаю, как проходит этот час. И все задачи выполнены, шаги еще сделала и прогулялась, насладилась погодой. Сегодня у меня будет занятие танцами. Мы с Машей вместе идем на танцы, на сальсу. И после этого мы прогуляемся, а вечером мне нужно поехать в депо, потому что к нам сегодня приедет блогер. Девушка, которая ведет достаточно крупный телеграм-канал. Поэтому сейчас отправляюсь гулять, все сделаю. И после этого у меня экстренные сборы и еду на танцы. Ну что, я уже собралась. У меня есть буквально минут 10. И я хочу вам показать, какие покупки я совершила на этой неделе. Распаковать их вместе с вами. Вот покупки. Начнем с книжного. Я, как обычно, не смогла пройти мимо, читая города. Но сегодня я купила две книжки. Сейчас я покупаю их в меньшем количестве, когда захожу в книжный, если это случается. Потому что я себе говорю, что сейчас вот ты купи, удовлетвори свой настрой. И после этого вернешься, потому что ты точно в этом месяце еще раз зайдешь в книжный как минимум один раз. Поэтому первой книгой я взяла Стивена Кинга. На самом деле я его очень мало читала, в принципе, в своей жизни. Такие самые главные, наверное, романы читала. И я захотела взять вот этот, потому что много у кого видела. Плюс просто хочется немножко менить фокус таких романтизированных классических романов более на что-то такое интересное. И Артур Хейли, просто потому что люблю этого автора, решила взять вот такую книгу «Колеса». Будем читать. Книгами все, слава богу. Дальше. Я зашла в Бифри, я вам показывала. И я очень захотела себе купить какой-нибудь костюм для танца, для спорта, так как я сейчас уделяю этому просто какое-то колоссальное количество времени в своей жизни. Поэтому зашла. Смотрите, какие у них пакетики встали. И они еще так зателятся. Удобно. Обычный топ такой, стоил 1600 рублей. И к нему идут такие велосипедки. В целом костюм мне обошелся в 2800. Для костюма это очень даже, по-моему. Плюс ко всему он удобный, качество хорошее. Поэтому буду ходить и наряжаться. Здесь у меня случилось сразу две покупки. Первая это вот в этом моде, а вторая в подружке. В моде я купила себе фитнес-резинки. У меня есть дома фитнес-резинки, но они резиновые. А мне захотелось вот такую тканевую, потому что она более плотная, с ней удобнее заниматься. Эффект от упражнений гораздо круче, чем от резиновых. Поэтому купила. Я купила арома саше. Захотела. Я обожаю ваниль, поэтому я не знаю, насколько это хорошее саше. Но надо попробовать. Взяла две такие формочки. Точнее, что? Это я взяла для специй. Вот. Я их часто использую, поэтому вот такие банки решила взять под цвет кухни синий. Это я уже в подружку зашла, решила взять маски очередные. Вот. Я хотела давно попробовать вот эти чикал бар, чикал лэйерс. Вот это с белым шоколадом. Я обожаю белый шоколад, мне очень интересно. И хазелнат и карамель. Я это люблю, но вот у чикал лэйера вот конкретно вот эти баночки не пробую. Хочу попробовать. Плюс у них хороший состав, много дока, там до 20 грамм. Так что будем пробовать. И последний маленький лот. Это такой спрей для свежести рта, свежести дыхания. Я на самом деле давно жвачки не жую. Вот в последнем месяце точно. Они для меня какие-то слишком химозные. И если я начинаю их жевать, то я сразу всю пачку съедаю. То есть мне лучше вообще не прикасаться к жвачкам. Вот эти штучки брызнул и, собственно, удовлетворил своей потребности в свежести дыхания. Сейчас пшикнем. Свежесть. Ядрёно. У меня, похоже, есть в подружке тоже купила с арбузом. Он там прям очень химозный. Больше мне нравится с мятой. Что, на этом всё. Я быстренько собираюсь. Сейчас хочу пообедать в азбуке вкуса. Я хочу там свою любимую куриную грудку с капустой съесть. Обожаю. Не знаю. Вот я могу каждый день хоть есть это. И сегодня, так как мне нужно уже активно собираться, нет времени на готовку, я хочу там перекусить. Всё. Поехали. Сейчас мы пришли на бачату, разоделись в платье, каблуки, и сейчас будем танцевать жаркие танцы. Ну что, мы уже закончили заниматься. Мне, если честно, очень понравилось. Я, в принципе, люблю вот все эти танцы, и я уже думаю сходить на сальс. Сегодня у нас была бачата. Я думаю сходить на сальс, ещё куда-нибудь, ещё куда-нибудь. Вот прям нравится мне. Но у нас в следующей неделе я иду в другую студию на Латину и на Хай Хиллз. Зашли с Машей на Павелецкую, Плаза и в Бифри. Я же была в Бифри, и мне очень понравилось. Сейчас её привела, ей тоже понравилось, она вот мерит. Смотри, у тебя под розовую кофточку, а у меня типа чёрная шоколадная. У нас, смотрите, такой обед, точнее, ужин близняшек просто. Одинаковые десертики протеиновые и кофе. Между прочим, на миндальном и на фундучном молоке. Мне понравились вот такие дзинсовые шортики 12 Торрис. Смотрите. Тут, кстати, какая-то как будто не летняя коллекция, очень странно. Такое всё зимнее, свитерки вон. Мне понравились вот эти шорты, не знаю. Как будто чё-то не то. Паш, у нас с тобой чисто вот эта вот пацанка и такая вот барби. У нас продолжается с тобой вот эта тема печенек. У тебя розовый, у него какой-то всё чёрный и мрачный. Мы приехали посмотреть ЖК. Называется Серебряный фонтан. Тут рядом Лосиный остров. По идее, здесь должно быть очень красиво. И там рядом парк. Но что-то нам пока не очень заходит. Сейчас посмотрим, прогуляемся, как там. Смотрите, какой прикольный. Что, заказали много лосося уже несколько раз. Пользовались этой доставкой. Я не буду есть. Но сейчас посмотрим вообще, какие роллы в сете нам достались. И лучше ли, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз было не очень вкусно, к сожалению. Вот такой сет стоит 1750 рублей. Это лосось спайси, Калифорния, Филадельфия и креветка темпера. Сразу отличительная особенность. Это достаточно много икры тобика. Но, к сожалению, слегка подуставший лосось. Снимай. Так. Опа-па. Вот мы и нарыли. Что, это волос? Да. Это не волос. Это волос какого-то узбека, типа Норик. Приятного аппетита. Вердикт. Все позиции вкусные. Мне кажется, вот Калифорния вообще особенно сочная вышла. И вот эта с креветкой тоже вкусненькая. Несмотря на то, что это был не какой-то косичок. Но я думаю, что это не волос был, конечно же. Что-то другое. Но, в общем, в целом лайк. Я уже в тело для души. Сейчас будем делать мне инсультикный массаж. Вот. Красота. Мы уже закончили делать массаж. Сегодня снова мне было, в общем-то, в целом достаточно легко. Некоторые места побаливали, потому что еще остался век после прошлого массажа. Например, живот или руки. Они прям еще после прошлого массажа не отошли. Поэтому сегодня их немножко в лайт-режиме делали. Но, в общем и целом, классно, супер. Мы сегодня разогнали снова лимфу. У меня сегодня очень много почему-то отеков было. Я прям супер отечная была. Мне сразу мастер об этом сказал. Я думаю, что это из-за того, что у меня было две тренировки подряд. Плюс я на днях не так много пила воды. Вот. Я думаю, что это сильно повлияло. Проверили сейчас. Работает просто сюда вставить. И сейчас будем пленку вставлять. Обычно черно-береная есть. Вот видите? Раз туда просто. И все. Все. Пленку закрываете. Все. Вот здесь у вас счетчик кадров пойдет. То есть вот он еще до первого не перемотал. На 3,6. Ну, вообще пленка на 3,6 кадров рассчитана. Но бывает до 40. Девочки, я такая счастливая. Потому что сейчас я вставила туда новые картриджи с пленкой. Одна пленка стоит где-то 1500. Я две купила для двоих фотоаппаратов. Надо потом еще будет для третьего. Но пока хватит. Короче, мне сказали, что мыльница стоит где-то в районе 5000 рублей. Большой фотоаппарат стоит где-то от 15. Вот. Я поменяла там батарейки. Вставила новую пленку. Маленькие уже фоткают. Можно уже фоткать. Большой. И надо вот найти батарейки. И все. Прикиньте, вот так вот просто нашла фотики у родителей. И все. И они каждый там стоят по пятнашке. У меня еще дома один лежит. Такой же. Который вот большой. Дорогой за 15. То есть 30 тысяч чистка у меня лежала дома. И сейчас вот просто на пленку потрачусь. И все. Я, как обычно, пришла за своими вкусностями. Я возьму все. Дорогой. Телее. Что я купила? Круассаны. Я на завтрак их иногда потребляю, потому что мне нужно на завтрак есть и блюдо, и я люблю всякие такие булочки на завтрак. Очень вкусные круассаны. Попробуйте. Это петрушка к салату. Это клубника. Но что-то он стоит 800 рублей в Кусвилле, когда я беру здесь такой армянский магазинчик у нас у дома за 500. Не знаю, может она нереально вкусная. Попробуем. Я захотела вот такой гречичный пончик от Роу-Ту-Гоу. Я не пробовала у них пончики. Хочу попробовать. Тоже, думаю, на завтрак как-нибудь съем. Помидоры. Очень захотелось яблок, поэтому вот. Огурцы. Творог. И шампиньоны. Я их часто добавляю и к пасте, к макаронам целензеленовым и к омлету. В общем, универсальный продукт. Мы приехали в парк Мещерский. Мы здесь были осенью, но было холодно, и мы особо не гуляли. А сейчас вот смотрим, как тут очень симпатичненько. Мы пришли в чайную, в которой были осенью. Сейчас хотим тут посмотреть что-нибудь. Хотела тут во дворе еще пофоткаться, потому что в тот раз мне не удалось. Мы пришли в фарш. Здесь на самом деле самые вкусные бургеры. Вот так, если смотреть, где бы ни пробовали, самые вкусные бургеры в фарше. Правда? Это правда. Здесь у нас что? А, здесь горячая цыпь, самый вкусный куриный бургер. Здесь чизбургер? Да. Чизбургер. И картошка в плене. Мне, кстати, очень нравится такая картошка. Она какая-то как будто не химозная, вот с этими кожурками. И сорный соус тоже вкусно. Еще лайк за то, что они везде кладут соленые огурцы. Вот. Вкусно, но не для меня. Вкусно, но для меня.